Сегодня я вам хотел рассказать такую болезненную тему, которая, конечно, многими со стороны как бы да-да-да понимается, но избегается. Потому что, знаете, как бывает, в жизни что-то складывается. Вот вы жили, 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 и вот сложилась ваша жизнь. Вы живёте там благодаря тому, что кто-то вам помогает так сложить, или вы сами складываете. И вот оно, когда сложилось, вы в этом находитесь, и как всё, в чём вы долго находитесь, рано или поздно, что-то вас там начинает не устраивать, что-то надоедает, да. И у многих людей наступает кризис среднего возраста. Что такое кризис среднего возраста? Это когда в вашей жизни вроде всё сложилось, даже вы какие-то цели подостигали, что-то было реализовано, что-то, возможно, пока не получилось. Но вы видите, что та жизнь, которая сложилась, она вас уже не удовлетворяет, да. То есть, вот, ну не удовлетворяет. Вот вроде, так смотрите, вроде всё хорошо, всё есть, да. Ну такое, всё необходимое есть, да. Вроде вот и жена есть уже, или там муж есть, вроде дети есть, да. Вроде работа есть какая-то, вроде вот живу, ухожу там по каким-то друзьям, там что-то живу. Ну, но вдруг в какой-то момент вы начинаете замечать вот этот фактор, что что-то как-то уже вот одно и то же надоело. Бывает же такое, да, бывает же у людей. Вот они живут какую-то жизнь, и потом начинается. Ты понимаешь, что что-то как-то одно и то же, одно и то же и надоедает. И вот здесь вот зарождается эта мысль, да, блин, ну надо что-то менять, надо что-то менять. Но менять же страшно, да. А почему страшно? Потому что кажется, что если я, не дай Бог, решусь что-то значительно поменять в своей жизни, да, то есть если я решусь всё-таки на какие-то изменения, а вдруг ничего не получится, да, а вдруг всё хуже станет, вот этот фактор неизвестности. И вот именно поэтому очень многие люди проживают всю жизнь в этой известности, которая им уже надоела, тошнит от неё. Но, так сказать, уже известно, ближе к телу, да, лучше синица в руках, чем журавль в небе, да. Журавль в небе, непонятно что там, а вот здесь эти синицы, я весь такой в синицах, да. И, ну да, синицы, ну да, я их уже 500 раз видел всех. Я уже знаю всю эту синицу, снизу до верху, там сбоку, до другого боку, со всех сторон. Ну, это же родная синица, да, известная синица. И вот такая жизнь может возникнуть у вас, вы всё время с этими синицами, но коситесь на журавлей, да, на журавлей в небе всё время коситесь. Вот такое же и у меня происходит, и у всех происходит. Людей так или иначе наступают точки, где созревает кризис и созревает зрелость к изменениям. Просто одни люди решаются пойти всё разрушить часто, то есть часто бывает, что нужно рушить всю жизнь, всё отпускать, отношения разрушать, терять друзей, терять какие-то возможности, терять такую вроде даже выгодную работу, терять бизнесы, да, как в моём случае, да. Вот зарабатываешь ты там по 5 миллионов рублей в месяц, и вот прикиньте, как это отпустить? Ну, страшно надоело, просто страшно надоело, люди, с которыми работаешь, надоели. Вроде всё делают они, но так смотришь, ну, надоело уже, просто не можешь уже в этом находиться, ну, 5 миллионов, да. И вот в какой-то момент ты думаешь, да не стоит, вот не стоит оно 5 миллионов в месяц. И в какой-то момент ты отпускаешь и эти 5 миллионов, да. Просто в какой-то момент понимаешь, что вот это вот состояние на душе, в котором ты находишься, да не стоит оно, даже 5 миллионов, не стоит оно того, чтобы терпеть это, да. Вот, и постепенно в вас зреет вот это понимание, что нужно жить такой жизнью, где ты в любой момент можешь всё отпустить, каким бы одно тебе родным, близким ни казалось, да, но должен быть готовым отпустить кого угодно, что угодно из своей жизни, перестроить свою жизнь. И вот этого, вот этого очень боятся многие люди, и этого как раз многим людям и не хватает. За жизнь часто ты можешь начать всё с нуля несколько раз. То есть ты можешь жить какой-то одной жизнью, да, за одну жизнь прожить разные жизни. Ты можешь сначала одной жизнью жить, многого добиться там, но исчерпать это. В какой-то момент прийти к точке, что ты не можешь уже наслаждаться, тебе надо расти дальше, ты уже исчерпал вот то, как ты жил, тебе надо отважиться пойти дальше. Но отважиться пойти дальше, это всегда означает разрушить то, что существует. Ты это разрушаешь, опять выстраиваешь заново. Ты выстроишь, опять тебе это надоест, через какое-то время опять надоест. И вот так за жизнь мы проходим часто много циклов, пока мы не построим такой стиль жизни, в котором нас в высокой степени всё устраивает, да. Пока мы, например, не находим таких людей, с которыми мы можем очень-очень долго находиться, они нас удивляют, да. Они нас удивляются, они вместе с нами развиваются, они не стоят на месте, они не застаиваются, не деградируют. И вот когда в жизни наступает такое, что много жизни, много изменений, много подвижности, что-то может меняться существенно, вот такая жизнь нас начинает через какое-то время удовлетворять. Жизнь, в которой есть жизнь, жизнь, в которой нет болота, не застаивается. Понимаете, вот к этому мы стремимся. Мы от природы такие, мы подвижные, нам всё интересно, мы хотим развиваться, мы хотим общаться, мы хотим иметь много изменений, но вся система и весь образ жизни современного человека, он по-другому построен. Тебе нужно один раз что-то построить, зайти туда и вот жить этой жизнью постоянно и поддерживать её. Надоедает, надоедает. Вот поэтому, и вот эти кризисы, они очень болезненные. Они очень болезненные. Я вот сейчас сам прохожу этот кризис, продолжаю проходить. Ну, жесть, вот просто, знаешь, вроде бы ты строил планы с какими-то людьми, ты надеялся, ты видел будущее с этими людьми. А в какой-то момент что-то происходит, просто в какой-то момент ты понимаешь, а этот человек тебя не ценит, он тебе хамит, я не знаю, ну, он как-то себя вдруг начал проявлять. И ты понимаешь, что если ты останешься в этих отношениях, ты будешь, ну, тряпкой какой-то, я не знаю, он будет от тебя ноги вытирать. То есть, есть черта в любых отношениях, чтобы вы знали, есть черта, за которую, если перейдёшь, то всё. То есть, вот есть вещи, которые справляются, да, до определённого момента можно всё починить. Но есть черта, за которую ты заходишь, и всё, и всё. Я не только про жену говорю, я в целом, у меня не только с женой это происходит. Это происходит по разным сферам жизни, сейчас очень значительные изменения происходят. Почему? Потому что я достиг такой точки, где я определённые, как это сказать, определённые тенденции уже очевидно вижу и не могу в них находиться. То есть, я не могу уже предавать сам себя, я не могу закрывать глаза на что-то, да. То есть, если меня что-то не устраивает конкретно уже, да, то есть, какие-то вещи мне очевидны стали, я уже достаточно осознан, чтобы сам себя не обманывать, понимаете. То есть, чтобы самому себе не врать, закрывать глаза на это и типа говорить, ну ладно, ладно, пусть оно будет. Ладно, мы ещё потерпим, мы ещё с этим поживём. У меня уже закончилось это состояние. И поэтому сейчас многие вещи, которые уже не мои, но я их распознаю как не мои, и говорю, ну давайте, до свидания. Давайте, до свидания. Я не хочу жить в компромиссии, я не хочу терпеть, я не хочу завтраками себя кормить и других кормить. Я хочу жить, как я хочу, понимаете. И самое удивительное, что каждый из нас имеет право жить, как он хочет. И выстраивать такую жизнь, которую он хочет. Но часто, я ещё раз повторяю, что для того, чтобы построить то, что ты хочешь, придётся сломать, придётся сломать, как ты не хочешь. Что тебя не устраивает, как тебе надоело. Тебе придётся взять за это ответственность и сломать это. Придётся сказать «нет» кому-то, кто привык там что-то в твой адрес позволять себе. А ты каждый раз это видишь, думаешь, боже мой, что с человеком такое? Вот как он не понимает, что какие-то вещи неприемлемы в отношениях. Как-то нельзя себе позволять это. Например, бесплатные советы всё время давать. Постоянно нападать, постоянно атаковать, постоянно негатив какой-то. Это вот приносить и тебе лить это в уши. Многие люди этого не понимают. Ты им говоришь один раз, второй раз, третий. Они тебя не понимают. И в какой-то момент до тебя доходит. Слушай, так, а, наверное, не надо общаться с ними. Раз такое происходит, они не воспроизводят, то есть не понимают тебя. Наверное, надо перестать общаться. Либо самая верхняя стадия, ну это, скажем так, высший пилотаж. Ну ты видишь, он такой и всё. И ты его оставляешь в таком состоянии, в котором он находится. И способен просто, ну как у нас это называется, переносить, конфронтировать его. То есть принимаешь его таким, какой он есть, и оставляешь его в покое. Ну такой ты, да. Но с другой стороны, вы же тоже поймите, мы хотим общаться так или иначе с людьми, которые разделяют наши ценности, разделяют наши цели, разделяют наше какое-то настроение. То есть если вы всё время в хорошем состоянии, в хорошем настроении, а человек рядом с вами в плохом, то здесь всегда работает принцип сообщающихся сосудов. Как бы вы высоко не были, люди вокруг вас, если они в плохом состоянии, они будут вас тянуть вниз. То есть они будут затягивать вас в своё более низкое состояние. Да. То есть с говном всегда правильно, будет тяжело общаться. И оно будет всё время затягивать в своё говно. И в какой-то момент ты просто понимаешь, а зачем? Ну зачем? Если человек хочет вот в этом жить, не хочет он вылазить из этого, ну пусть живёт. Ну зачем мне просто постоянно находиться в этом и общаться с ним? В какой-то момент возникает вот это понимание, что есть люди, которые находятся в более высоких состояниях, с ними приятнее общаться. Почему бы мне не сменить круг моих знакомств, да? Найти более родственные души, более, скажем так, людей положительных, конструктивных, с которыми можно выстроить будет более созидательные, более уважительные какие-то отношения, без хамства, без постоянных конфликтов, без постоянного доказывания чего-то там, пробивания для них, да? Жизнь прекрасна тем, что очень много всего. То есть, в принципе, если вы хотите найти что-то, вы всегда можете это найти. Просто для того, чтобы найти что-то новое, часто, почти всегда нужно отпустить сначала старое. Вот. И вот эти отпускания, да, вот разрушение старой жизни, это всегда болезненный процесс. Будет колбасить страшно просто, и вы должны идти на это спокойно. Будет рвать, колбасить, будете цепляться за это, будет вам, знаете, вот и ностальгировать будете, вас будет всё время затягивать в это старое, знакомое, известное. Будет хотеться туда зайти и жить там, потому что там комфортно, там известно, понимаете. Вот и сломать это, да, сломать, выдернуться, и всё-таки героически отважиться пойти в неизвестность, и построить что-то новое, это удел сильных людей духовно только. А слабые люди, да, вот они всё время выбирают эту зону комфорта, старое, известное, затасканное. Ну и что, что затасканное, зато известно какое. Ну и что, что надоело. Ну вот. И всё равно, рано или поздно, рано или поздно они себя доведут до такого состояния, до такого страдания, что не смогут жить, и всё равно это накроется медным тазом, так или иначе. Или они злые станут совсем. Знаете, бывает, что люди живут всю жизнь друг с другом, но они всю жизнь друг друга терпят, и вот всё время, ну видно, что нету счастья в этих отношениях, да. Бывает такое, что люди долго живут, они привыкают просто. Знаете, они привыкают, это именно привычка, это не желание быть вместе, это именно глубокая уже укоренившаяся привычка до такой степени, что её уже тяжело разрушить. Это не два сердца, которые живут по жизни с общими целями, с общими ценностями, во взаимопонимании, во взаимоподдержке. Часто это просто глубокая привычка уже быть с ним. Дикий страх или в какой-то момент ты понимаешь, особенно уже в пожилом возрасте, что найти сейчас кого-то другого, это почти нереально, да. С таким телом уже старым там или ещё что-то такое, да. Поэтому люди уже соглашаются на то, что есть, и уже доживают в этих отношениях жизнь. Вот поэтому пока молоды ещё, да, пока есть ещё сила, энергия, пока ещё не стали дряхлыми, и если вас не устраивает, ребят, берите за это ответственность и меняйте, пока не поздно. Потому что потом действительно сложнее. Ну, с возрастом всё начинает быть сложнее, чем в молодости. В молодости мы полны сил, энергии, возможностей, да. У нас товарный вид, телесный товарный вид, как бы, да. Вот, особенно женщин это касается. С мужчинами-то проще, да. Мужчина и в 50 может котироваться, и в 60, если он в хорошей форме. А женщине уже в 50 тяжело будет мужчину себе найти. Но только если она обладает какими-то такими качествами, или такими достоинствами, что они, очевидно, перекрывают все остальные недостатки. Ладно, ребят, всё. Сегодня недолгая трансляция. Давайте будем завершать, чтобы долго не затягивать. Спасибо, что были. Приходите ещё. Продолжение следует...